Как и было обещано нашими разработчиками, анонс новых персонажей, которых мы будем крутить в 4.0. Падам-падам-падам! Опа! Большой всем тюленью привет! С вами на связи Аркадий и Толкен Вейт. Один час на часах по московскому времени. И, конечно же, замечательный анонс новых персонажей из обновления 4.0. Напоминаю то, что на этой неделе выходит новое обновление в Genshin Impact. Мы, как обычно, будем крутить Эолу, нашу любимицу, на стриме. Если ты хочешь покрутить вместе с нами в среду, то обязательно залетай, записывайся в Дискорде. Будем крутить этого нового персонажа. Да-да, Эола это новый персонаж, его почти ни у кого нет. Ладно, кого я вру. Если что, примагемы можно купить на Тюлень Стория, самые лучшие цены. Но мы тут с вами собрались, конечно же, для того, чтобы посмотреть на новых персонажей, которых нам анонсировали. Первый это пятизвездочный пиролучник линии. Мы его уже давным-давно встречали в анонсе самого первого ролика, который рассказывал нам про все регионы. Да, вот такой вот фокусник. Зрелищные фантасмагории. Знаменитый в Кур-де-Ля-Фонтейне иллюзионист. Мальчик выглядит достаточно прикольно, но почему ему выдают лук, тут у меня, конечно, имеются вопросы. Но, как бы, ладно, узнаем про него немножечко поподробнее в ближайшее время. Но самое, что интересное, это, конечно же, вот эти вот прекраснейшие ножки с колготками, с гольфиками. Я не знаю, как это назвать, но это прям, это прям, ну, ну, это очень спорно. То есть, буду ли я его крутить или не буду, но вот эти вот подтяжки для носков, которые портупея, или как это, портупея, по-моему, это то, что на груди завязывается. А вот это вот подтяжки девушки. Назовите, пожалуйста, как это правильно называется. Я не знаю, как это назвать адекватно. Но, как бы, ладно, это у нас один персонаж. Второй, это, конечно же, Линет. Это наша кошка-девочка новенькая, как раз-таки сестра. Анома-персонаж. Если, к примеру, взять нашего мальчика, то он, как бы, такой красивый, мощный, любит себя представлять красивым. Ну, общается постоянно он в этой парочке. То, как раз-таки, Линет это такая тихонькая, спокойненькая девочка. Анома-одноручник, поэтому будет интересно вообще, что она будет делать. Но она будет четырехзвездочным персонажем, поэтому забрать ее в коллекцию можно будет гораздо-гораздо проще. Она очень нелюдимая, она очень странно обращается к людям. И у меня есть такое подозрение, что, возможно, это все-таки кукла-марионетка. Потому что, если посмотреть на ее тут фразы, тут очень роботизированные похожи они. Но, возможно, что-то не то с нею. Но кошка-жена-киборг... Боже ты мой. Кошка-жена-киборг будет очень интересно на нее посмотреть. Но я ее точно буду выбивать для коллекции. Кошка-жена лишняя всегда хорошо. Анимешники, тем более, будут, я более чем уверен, нам пригодятся. Лишний анимешник никогда не лишний. Белохвостая кошка. Ну и самое главное. Это новый еще один четырехзвездочный персонаж. Это Крио. Четырехзвездочный персонаж с клеймором. Да. И самое главное, ребят, самое главное. Наконец-то, спустя три гребаных года, мы наконец-то найдем применение мечу-колоколу. Потому что этот молодой человек даже на арте изображен с ним. А по персонажу. Персонаж этот глубоководный подводник. Глубоководный подводник, нифига себе. Занимается исследованием морских глубин. И, в принципе, является другом наших брата и сестры. Тоска по невидимным глубинам, известный в Кур-де-Ла-Фонтейн в Водолаз. Именно утопление этого мальчика, как я понимаю, мы видели в самом начале ролика, который был у нас представлен ранее утром. Если что, вдруг можете посмотреть ролик выше утром с моими реакциями. Самое интересное то, что это еще один Крио-клейморщик. Главное, чтобы он не повторил судьбу Чуньюня. Чтобы он был хотя бы хоть как-то юзабельный. Но если у него используется меч-колокол, значит, скорее всего, скалироваться будет от ХП. Даже вот не знаю, чего можно будет подводнику придумать такого, чтобы он был играбельный. Да еще и через Крио. Вот как бы три персонажа, которых показали нам разработчики. И это значит, что именно эти три персонажа, именно новые три персонажа, будут ожидать нас в обновлении 4.0. Другие персонажи это будут, скорее всего, рераны. Но именно два новых 4-звездочных персонажа, скорее всего, по одному в каждом баннере. И один новый 5-звездочный линии пиролучник. Я не знаю, куда ему лук засунуть, как он вообще с ними будет изъюзаться. Но самое главное и интересное, новые персонажи обязательно нужно будет крутить. Напиши в комментариях, кто тебе из этих ребят понравился больше. Забегай на прошлый ролик. Тюлень-стор всегда работает лучше всех. У нас там кончается баннер. Если вдруг еще хочешь покрутить казаха, то тоже забегай. Плюс у нас там тестируется новый метод. Скоро можно будет покупать по очень вкусным ценам вновь. А на сегодня это все. Большое спасибо тебе за просмотр. И до встречи в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok